Был разбитый, все это, все, что я сшила, набила ватой, все, видите, руки. Немного от пластического хирурга, кое-что от парикмахера и визажиста, ну а в основном все от швеи. Кама Ивановна с улыбкой рассказала, чтобы заниматься любимым делом, ей пришлось освоить несколько дополнительных навыков. Уже 20 лет у бичанки необычное хобби. Она ремонтирует выброшенные людьми куклы и шьет для них одежду. За эти годы в ее коллекции собралось более трех сотен игрушек. Только Даш, Люп и Наташ несколько десятков. Был в ее коллекции эксклюзивный экземпляр. На всю страну такой один – натуральный блондин. Одного назвала в честь Коли Баскова. Он сильно похож белый-пудрявый. Я ему сшила черные бархатные штанишки, белую рубашку и бабочку черную. И он копия Коли Баскова был. Оттали все женщины, которые говорят, смотри, так похож на Колю, правда. А куда он делся-то, куда вы Коля оттали? Отдала я его в интернат, в коррекционный интернат отдала. Сегодня в коллекции бийской кукольницы немало интересных экспонатов. В шкафах на полках лежат игрушки разных лет и разных стран. А вот эта кукла занимает особое место в коллекции. Дело в том, что внучка Эммы Ивановны, вот она у нас на фотографии, вышла замуж за француза и уехала жить в Марсель. Оттуда своей бабушке она и прислала вот такой подарок. Это не просто кукла, это кукла Саше. И у нее чудесный лавандовый аромат. Кукла, танцующая Ламбаду, пара Карлсонов, экологически чистая кукла из прессованных опилок. Некоторые игрушки очень большие, другие наоборот. Ввиду своей миниатюрности им пришлось даже перед камерой позировать обнаженными. Навыками Лесковского левши пенсионерка пока не овладела. Сделать миниатюрный наряд никак не удается. Представляете, вот это самая маленькая куколка. Ее размер, ну, наверное, мне кажется, может быть даже меньше 5 сантиметров. Сейчас я вам для сравнения покажу. Вот, смотрите. Вот в руках у меня ботиночек от обычной куклы. И рядом с ней вот эта наша маленькая, крохотная, миниатюрная куколка. Почему у нее проснулась любовь к куклам, Эмма Ивановна не знает. Может, потому, что не доиграла в детстве, ведь она ребенок войны. Как бы то ни было, пенсионерка счастлива, что в семье нашла единомышленников. Занялась она творчеством своим, милым. Я уж ей не мешаю. Порой, конечно, хотелось бы сказать, что брось эту затею. Ну, лучше промолчать. А вам тоже достается, приходится, да, участвовать в сборке кукол? Ну, как же, приходится. Она не то, что просит, она чуть не умоляет меня порой. То голову надо сделать, то ноги, руки надо приделать, то на пружинки. Коллекция Эмма Ивановна нередко интересуется музей. Ее кукол уже брали для тематических выставок. Но для тех, кто музей не посещает, находчивая пенсионерка придумала альтернативный вариант. Время от времени она выставляет свои куклы в окнах квартиры. Пусть прохожие любуются. Ирина Дубицкая, Алексей Мельков. Новости ОТН.